Итальянцы думают, что есть ветер, Тайга, Москва, Тайга, Владивосток. Как ты готовился к переезду? Все, что не надо делать, я делал. Что тебя очень удивило в наших свадебных традициях? Господи, как будто цирк пришел в город. Что нужно делать, если вы приехали на Урал в минус 30? Надо материться. А ты любишь вообще пельмени? Они готовы, просто жрите. Расскажи, а как ты находил контакт с местными? Мы даже друг друга не понимаем. Надеюсь, твоя мама не посмотрит наше интервью. Гош, мне наверх? Да, поднимайся. Вы часто пишите мне в комментариях о том, что я знаю много иностранных языков. И свободно общаюсь со всеми нашими героями. Так вот, перед этим выпуском я решила выучить еще один язык. И специально для этого я приехала в Екатеринбург. Но в достаточно необычное место. Да, не такого я ожидала. Это проект «Мы и они на выезде». Кристиан Тропея, Италия. Когда его родители купили на Сицилии участок, на улице с названием «Горы Урала», никто не мог и предположить, что это место станет новым домом Кристиана. Спустя много лет он знакомится в сети с русской девушкой, влюбляется до беспамятства, переезжает в Екатеринбург и создает семью. Сейчас счастливый уралец преподает итальянский, воспитывает двоих детей и на каждый праздник просит в подарок у жены «Селедку под шубой». Издал книгу для итальянцев о своей жизни на Урале, потому что считает, что у европейцев слишком много мифов и стереотипов о русских. Субтитры подогнал «Симон» Кристиан, мороз сегодня особенно крепкий. Тебе как вообще? Так себе сегодня. Но чтобы сразу тебя не шокировать прогулками по городу, я нашла место, которое, как мне кажется, похоже на Италию. Поэтому пойдем, посидим в тепле, поговорим. Удивляй меня. Пойдем. Пойдем. Ммм, как я не люблю такой чай. Почему? Облепиховый. Облепиховый, вот почему. Его нет в Италии? Это типа пахнет как лекарство. Кристиан, я думаю, что ни для кого не секрет, что русские женщины умеют сводить с ума. Именно такая история приключилась с тобой. Ну да, в положительном смысле не отрицательный. Конечно, конечно. То есть ты влюбился в русскую женщину и оказался здесь, в Екатеринбурге. Да, стоило того. Ты вообще представлял, куда ты едешь? Нет. Я даже не знал, где Екатеринбург был. Поэтому в центре России, слава богу, что был Урал. Потому что Урал я знал, потому что из-за географии в школе, конечно, я знал, что Урал была граница между Европой и Азией. И там тоже чуть я... Я мечтался, я не знаю. Я смотрел на таких горах, я думал, как может быть там? В Италии, мы говорим, что старая курочка создает хороший бульон. И поэтому, типа, Уральские горы очень старые, поэтому тут, конечно, много сырья. А сам переезд вот из столицы моды, не побоюсь этого слова, в столицу Урала морально дался тебе тяжело? Знаешь, что по менталитету, по темпу, я бы сказал, что Екатеринбург сильно похож на Милан. Все бегают везде. И для меня хорошо, потому что, когда я отдыхал в Сицилии, все такие расслабленные, они за рулем. А станут являться просто у меня друг. Эй, как вы стаи? Тут то вере. Ты, конечно, бегаешь. Эй, ну подожди, куда тебе надо? Куда ты торопишься? И я такой за рулем. Давай, быстро! А тут нормально. На самом деле, темпо как большой город. Расскажи, что ты изучал и вообще, как ты готовился к переезду? Я попытался изучать русский. С ужасными результатами. Вообще, все, что не надо делать, я делал. Начинаешь с алфавитом, окей, и потом цифрами, окей. Не смотришь на YouTube. Зачем смотреть на YouTube и видеть, как они произносят? Не надо такое, конечно. Если ты не хочешь изучать язык, так делай. Не смотри на YouTube, не смотри на фильмах, не смотри на ничего. Поэтому, когда я приехал сюда, у меня вообще наливай русский. Но психологически было сложнее, потому что я везде по Европе что-то понял всегда. И поэтому это был первый раз, когда я ничего не понял. Расскажу один раз, я приготовил какие-то чебуреки итальянские, которые зовут панциротти. Все приготовил. Теша приехала, и я сказал, слушай, мне надо на работу, они готовы, просто жрите. И смотрит на меня вот так вот. Что? Ну, жрите просто. В смысле? В смысле что? Включайте газ и... Жарьте, Кристиан, жарьте. И в чем разница? Жрите – это плохое слово для есть. Ладно. Существует плохое слово для есть? Да. Кристиан, ты ведь не просто нашел общий язык с русскими. Это буквально стало делом твоей жизни. Расскажи, пожалуйста, кому вообще проще выучить другой язык? Итальянцу русский или русскому итальянский? Итальянцу русскому человеку гораздо проще, чем преподавать русскому итальянскому человеку. Во-первых, ваше склонение. Там, даже вы тут мучаетесь. Когда я приехал сюда, я думал, ну, собака, так собака. Нет, собака собаку, собаки собак. И так далее. Поэтому я думал, господи, сколько собаков тут. И еще я бы сказал что-то интересное. Потому что ваша литература – это для интеллектуалов для нас. Поэтому, если ты видишь красивую девушку на море, на плаже, она читает Достоевски. Не знает, что понимает. Может быть, ты что, ничего не понимаешь? Подожди, а я правильно тебя поняла? То есть в Италии, если вдруг ты хочешь показаться интеллектуалом, то ты берешь русскую литературу и начинаешь читать. Абсолютно. Абсолютно. Даже если ничего не понимаешь. Написано по-итальянски, ничего не понимаешь. Все нормально, все равно. И поэтому хоть какой большой читатель имеет, хотя бы Достоевский, наверное, Булгаков, есть мастер Маргарита, бывает. И это так. А если говорить о работе со студентами? Вот ты преподавал здесь, в университете, и уже плюс-минус понимаешь нашу студенческую жизнь. Где учиться сложнее, а где проще? Я бы сказал, что система совсем разная. Потому что в университете в Италии ты можешь ходить до 50 лет. Семидесяти лет без проблем. До тех пор, когда ты не сдаешь все экзамены, ты будешь там, конечно, оплачиваешь налоги, идешь. А тут, конечно, темп, надо соблюдать темп, потому что за 4 года ты должен получить образование. И все. Тут, мне кажется, более похоже на последние годы среднего образования. Я не имею в виду по поводу качества, а по поводу как работают. Поэтому соблюдают за тебя. Почему ты не делал домашки, например? И надо спросить вот так вот. В Италии не так. Иногда бывает, что ты никогда не видел преподавателя. Ты можешь сдавать экзамен, не посещая курсы. И поэтому ты видишь преподавателя первый и единственный раз в экзамен. Ты изучал, ты сдавал, ты не изучал. Увидимся в следующий раз. Когда ты жил в Милане, поначалу ты тоже работал преподавателем? Да. А чуть позже устроился в логистическую компанию, где тоже, собственно, занимался переводом, насколько я понимаю. Расскажи, ну, сложно было устроиться вообще на первую работу здесь, в России? На первую работу? Когда я приехал, значит, не работал. Понятно. Когда я сюда приехал, я думал, ладно, Кристиан, возьми своего итальянского, клади в ящик, закрой ящики, до свидания. Только по-английски будешь сообщаться тут. А на самом деле сразу пришлось открыть, потому что меня, типа, лангвистический центр сказал, давай, Кристиан, хочешь преподавать для нас? Ну, только один урок в неделю. И ладно. Поэтому очень медленно устроился. Я как будто тут чувствовал себя, как трехлетний ребенок, потому что ты не умеешь читать, ты не умеешь говорить, ты не умеешь ничего не делать. Это было 2014-го, поэтому даже Google Translate не очень хорошо работал. У меня в наборе были семь слов. И все. Какие? Да, нет, привет, спасибо, хорошо. Пакет, карта. Все. Это было. С этими все понятно. Потом лимон. Пакет и карта как? Потому что супермаркеты, пакет, пожалуйста, карта. Потом, конечно, лимон добавился, потому что лимоны по-итальянски давай похожи. И потихоньку, конечно, стал принимать свои риски. Хорошо здесь, да, Кристиан? Ну, да. Так много новых зданий в Екатеринбурге появилось за последнее время. Ну, да, вообще. Я так понимаю, это в том числе связано с тем, что у нас здесь в России такая некая заветная мечта у каждого россиянина – купить свою собственную квартиру. В то время как в Италии итальянцы этим абсолютно не заморачиваются и зачастую просто снимают это жилье. В России всегда считают, что типа это позорно снимать квартиру. Я сказал, послушай, ты идешь в фитнес-зал, да, купишь фитнес-зал, что ли? Нет, оплачиваешь абонемент, ты оплачиваешь за права туда заезд. А в Италии, в Италии почему люди не покупают квартиру? Потому что дорого? Дорого, во-первых. Во-вторых, получить ипотеку очень сложно. Да. Поэтому если молодая парочка, оба должны работать, а то не получают никогда. Ставки, конечно, не очень высокие, ниже, чем в России, но недвижимость, например, я из Сан-Жулиано, рядом с Миланом, 7 километров. И там недвижимость, если хочешь купить типа двукомнатную квартиру, будешь тратить около 100 тысяч. Долларов, евро. Евро, конечно. Мы говорим, конечно, без ремонта, ни новостройка и так далее. То, конечно, становится гораздо больше. Живешь в Милане, и давай делай три раза больше. Поэтому если 300 тысяч евро, конечно, сложно. А вообще итальянцы любят экономить? И если да, то на чем? Обычно люди экономят, например, на некоторых товаров. Например, на еду, если это еда для каждого дня, то да. Если это еда для особенной ситуации, например, Рождество, там будут тратить кучу денег. Например, на прошлом году на Рождество вышло около 80 евро за человека, чтобы есть дома. Поэтому семья четырех человек, 320 евро просто тратили в супермаркете. Италия – это большая противоречия. Как это? Противоречия. Противоречия, да. Парадокс. Поэтому люди сэкономят и потом идут в ресторан Michelin. Это что-то странное у нас вообще. С деньгами у нас отношения чуть странные, наверное. А у русских как? На чем экономят русские? Как ты считаешь? Ну, на машинах не экономят точно. Я никогда не видел столько внедорожных машин, как в Екатеринбурге или в Москве. Русские любят больше тратить, чем зарабатывают. Да, точно. Если у меня 100 рублей, надо тратить 200. А то горят, типа, в карманах нельзя, нельзя, нельзя. Например, у меня в офисе всегда все лампы горят. И я хожу, типа, выключаю везде по коридору. А тебя удивляла вообще, особенно, может, поначалу, наша вот эта расточительность в плане воды, электроэнергии и все остальное? Я первый месяц думал, а когда будут квитанции тут, что будет? Одно миллион рублей. Видел, всего лишь, что ли? Давай это на воды. Нет, это на воды, на газ, на электричество. Ладно, не могу верить. Когда я говорю маме, что 100 евро за электричество, и газ, и вода. Шутить, что ли? И поэтому, когда они сюда приехали, Кристина, ты никогда не выключаешь свет. Ну, я забыл, выключай всегда. И поэтому мама тоже за мной, типа, проверила, чтобы выключить. А, вообще смешно. А сколько родителей платят вообще за квартиру, если не секрет? Ну, конечно, там ты оплачиваешь за два месяца, не за один месяц. Если нет, там, типа, электричество улетит, без проблем, 600 евро. За воду оплачивают каждый год, потому что это целое здание. Оплачивают, и там еще выходят, типа, 700, ну, 700 евро. 700, 800 это на год? На год, да. То есть это где-то 70? Да, но осторожно, это только холодная вода, потому что горячей воды, как тут, нету. Поэтому горячая вода, значит, что ты будешь ее греть через бойлер. У меня друг, у него, типа, отключили отопление много раз, потому что он мало получил на работе, и он не мог платить. Потом я чуть-чуть ему помог, потому что у него дома было холодно. Он, типа, ходил, как мы, тут в перчатках. Я дома окно открываю зимой, потому что невозможно, очень жарко. Да, конечно. Все в Италии имеют такую сосиску из ткани, которую они ставят под щелью, чтобы, конечно, не было холодно. Так вот. Зачем меня ток на все? Есть сосиска, колбаска с колбаской. А что говорили тебе твои друзья, когда ты переезжал? Интересно, потому что были, типа, две, два партия. Первое, где мало людей были, сказали, езжай, езжай отсюда. Все, все, езжай. Буквально я могу их рассчитывать на пальцы одной руки. Все, не больше. Другие, ты что с ума сошел? Как обычно, сколько раз я слышал. Мой директор, предыдущий директор сказал, ты сейчас совершаешь самую большую ошибку в своей жизни. Будешь знать. Я, как обычно, привык к ошибке, все хорошо. Спасибо, что есть ошибки. И я сказал, мне нравится ошибаться. Убедимся. И так я сказал, впереди там было 12 человек, я сказал, мне нравится ошибаться, я уеду. А что они говорили, почему эта ошибка? Ну, потому что в Италии считают, что это самое лучшее. Конечно, не бывает лучше, чем в Италии. Поэтому много спрашивают мне, когда ты возвращаешься к родину, жить в родину? Или домой, говорят еще. Домой? В смысле домой? Домой я возвращаюсь обычно, да, в 8 часов вечера или в 9 часов вечера. Зависит от дня, бывает тяжелый день. Не, не, давай, ты понял уже, в Италию. Делать что в Италии? Да, есть мама, есть папа, есть мой брат, есть мои друзья. И все. Расскажи, а как ты находил контакт с местными, особенно в первое время? Например, в супермаркете. Сначала в супермаркете и в магазинах. Заходишь, они даже не смотрят на тебя. Я всегда, здравствуйте, до свидания. И ответа, нет. Как будто не ловит. А в Италии наоборот. Ты зашел? Здравствуйте. Ничего не купил. Ариведерчи. Случай был недавно. Я был в поликлинике для Тёши, надо было получить одну бумажку. Пришел доктор. Здравствуйте, здравствуйте, что хотите? Не знаю. Зачем тут? Для Тёши надо получить бумагу. Какую бумагу? Сейчас. Я позвонил, конечно, Тёши. Говори с доктором, потому что не знаю, что хочет. Бывает такое, что когда очень прямое, я потеряюсь. Не знаю. Просто, Виталий, мы иногда крутимся, прежде чем дойти на Цель, типа, на Су, типа, туда и сюда, туда и сюда. Я обожаю итальянский. И для меня итальянский звучит, знаешь, как музыка. Хочу от тебя получить небольшой урок. Итальянцы ведь они не только говорят, но еще очень много жестикулируют. Конечно. И это часть культуры. Конечно. Покажи мне три самых распространенных жеста и что они означают. Первый жест, который для меня это уже жест. Жест. Вот это вот. Вы используете везде. Дайте мне кофе. Нет. Это нельзя так. Вот это для нас, это вопросительный знак. Ты что делаешь? Ты что говоришь? Куда ты идешь? Ты что ешь? Вот. Это просто усиление вопросительного знака. Или один раз я пересекал дорогу. Человек, конечно, на красном веке. И потом я думал, я же Россия. Что он понял, когда я так делал? И бывает, что, конечно, я за рулем, я делаю так. И потом, а человек не понимает. Ну, наверное, понимает, я не знаю. Второй, который, по-моему, очень сложно. Это такой. Очень мягкий, очень гладкий. Что это значит? Положительно или отрицательно? Видимо, положительно. Положительно, конечно. Я это использую в течение урока, когда человек, конечно, замечательно что-то делал. Потому что это значит замечательно. Отлично. Мы же можем вот так это обычно дать. Чуть выше, да? А, вот тут прям? Ага. Если я приехала в Италию, я могу в ресторане это использовать? Конечно. Как вам паста? А если говорить ничего не надо? Все, зачем говорить? И, например, кофе. Достаточно. Зачем? Да. Конечно, есть еще много способов изучать итальянского языка. Например, караоке. Очень хороший. Караоке там, конечно, надо интонация. Надо знать. Надо знать наизусть. Когда ты знаешь наизусть песню, ты можешь уже выражать что-то другое. Это очень хорошо. Есть игры. Я в юнии провел вебинар большой. Там были 200 человек. Где я говорил, конечно, о игре. Геймификейшн. Итальянского языка. Потому что есть такой горизонт. Есть такой горизонт в английском. И почему нет по-итальянски тоже. И скоро мы начнем еще театр по-итальянски тут. Геймификейшн. Ален, ну очень приятно с тобой наконец познакомиться. Взаимно. Вы очень красивая пара. Спасибо. Спасибо. Я знаю, что вы познакомились в интернете. Кристиан, расскажи, пожалуйста, а чем тебя привлекла Алена? Ну, помимо того, что она красивая женщина. Очень смешно было, потому что я из Екатеринбурга сказал. Я жил в Милане. Поэтому давай гугл. Искать Екатеринбург. В то время были еще эти мыши. Ну, ладно, давай еще назад. Еще назад. И еще назад. Где это находится, господи? Где Москва? Не видно вообще. И поэтому мне пришлось 5 или 6 раз назад, чтобы найти хотя бы Москву. Я сказал, господи, там есть город, что ли. Потому что итальянцы думают, что есть ветер. Тайга, Москва, Тайга, Владивосток. И все. Он сказал, по-моему, а сколько у вас сейчас там времени? Ну, я ответила, там сколько у нас получается? Плюс 4 часа где-то. Он сказал, а, тогда ты девушка из будущего. Говори мне, что будет через 4 часа. Да, его родители, они из Сицилии. И когда им первый раз туда приехали, я с удивлением обнаружила, что участок земли, на котором должен был быть их дом, там просто участок земли заброшенный. И он находится на улице, которая называется Виа-Монте-Урали. Что значит улица Уральских гор. Да, господи, это возможно. Я тут оказался. У нас в России говорят, что женщины любят ушами. Вот ты согласен с этим или нет? Конечно, когда мы переписывались, я сказал, я метр 67. По-итальянски. Наши метры разные, потому что, конечно, у вас страна такая большая, что ваша метра чуть меньше, наверное, или чуть больше, не знаю. Когда мы встретились, она сказала, ты права мне. Я увидела паспорт, где было написано. Привет. Привет. Что ты делал для того, чтобы завоевать Алену? У меня просто не так давно в гостях был португалец. Он говорит, что я не сразу понял, что русским девушкам очень важно внимание, подарки, цветы. Вот ты знал об этом или узнал чуть позже? В Италии есть всегда феминизм, поэтому нельзя подарить слишком много и так далее. Она сказала, не так со мной. Она сказала, я хочу более внимания, я хочу более подарков. Ну, ладно, хорошо. Ален, а у нас в России, я думаю, ты знаешь, говорят, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Как ты считаешь? А какой вот путь к сердцу итальянского мужчины? Через желудок у них лежит много путей. Наверное, в какой-то степени русским девушкам, которые выходят замуж за итальянцев, сложно, наверное, конкурировать с их мамами. Потому что, во-первых, итальянские мужчины, итальянцы, вообще они консервативны, особенно в еде. Вот они чтут свою кухню, как некий такой культ. Поэтому... Зато тебе повезло. Да. Потому что... Мой муж более open mind. Не толка, моя мама плохо готовит. Поэтому все хорошо. Да ладно. Надеюсь, твоя мама не посмотрит наше интервью. Нет, нет, она знает, она знает, все хорошо. Когда он приезжал сюда в первый раз, я приготовила, я, например, составила себе список, повесила его на холодильник, какие русские блюда я могу приготовить ему, чтобы он попробовал. С селезкой под шубой интересно получился случай, когда я приготовила ему впервые, я поставила вот так, это обычно на блюде, там это все сверху такое красное. И он, значит, начал пробовать и так скуксился. Я думаю, что не так. В общем, оказалось, что это очень было похоже внешне на какой-то английский десерт, когда он был в Лондоне, он пробовал. Нет, Виталий зовут типа английский суп, но это у нас типа как будто тирамису похоже. И поэтому давай селд майонез. Интересно, я тирамису, да? Вот так вот она сказала, что тебе не нравится? Это особенный вкус, я бы сказал. Кристиан, это салат. А, дай мне пробовать еще раз. А как ты считаешь, в чем вот наша тотальная разница? Вот что тебе, как итальянцу, сразу бросается в глаза? В эти икея, конечно, мы вообще шумные. И когда мои родители приехали первый раз, мы были на маршрутке. Была мама, папа, я и лучший друг. Господи, как будто цирк пришел в город. Люди смотрели так. Откуда эти инопланетарные, которые орут? Почему орут эти? Кристиан, ну что ты думаешь? Марчелло, тише. Ты чего, все смотрят на нас? Тише. Потому что, конечно, уже я тут жил, в том момент было, наверное, 7 лет. И я понял, что нельзя так делать. Как мне кажется, русские итальянцы во многом похожи. Ну, как минимум, мы достаточно эмпатичные, эмоциональные. Я бы сказал, что итальянец готов уже в первом контакте быть супероткрытым, обнимать тебя, поцелуть тебя. То, что, знаешь, ненавижу в Сицилии, типа, целуются даже мужчины. И когда мужчин не брился и спотел. В первом контакте, конечно, русский достаточно сдержан. Я всегда говорю, что русские, типа, они не холодные, они просто, типа, покрытие изо лда. Потом надо, конечно, это растать. Потому что внутри у них сердце очень горячее. И это я заметил, когда мы были в бане. Потому что в бане надо для вас, как это, большая теплота, да, большая теплота, чтобы растать такой лед. И люди вообще там были такие просто душевные. Это как будто было, между братьев, это было великолепно. Мне студент один раз сказал, что русский человек для настоящего друга готов продавать свою последнюю рубашку. Я согласен. Кристиан, вообще, честно говоря, Екатеринбург – один из самых моих любимых городов. Он такой яркий, он молодежный, здесь много студентов. И мне кажется, здесь вот особенно летом всегда чувствуется вот это вот такое движевое настроение. Как ты считаешь, можно ли вот летний Екатеринбург, а может быть даже и зимний, сравнить с Миланом, например? Мне кажется, что тут есть более разнообразие. Не знаю, есть много мероприятий. Есть больше и больше и больше. Это меня удивляет. Потому что я думал, что все, мы уже достигли порога. Порога нет. Мы просто вообще растим и растим. Например, летом первый раз я видел ночь музыки, и я вообще был в восторге. Сколько концертов, все вместе. Когда я приезжаю в Италию, у меня такое ощущение, что у итальянцев вот какое-то особое отношение к жизни, как к такому прям празднику. И не важно, что отмечать, лишь бы праздновать. Ну да. А у нас, у русских, как будто... Более по делу, да? Общее, да, настроение как будто вот более по делу. Почему так происходит? Как ты считаешь? Климат тоже имеет, конечно, свою важность. Потому что если, конечно, ты не можешь провести много времени на улицах, например, или в баре сидеть, ты просто в Дольче Форне, ты ничего не делаешь. Понятно, что, наверное, есть другое настроение, есть другой подход. Складывается какое-то ощущение, что итальянцы в целом никуда не торопятся. Ну, то есть ты заканчиваешь школу во сколько? В 19. Потом университет ты заканчиваешь там в 25-27. Если повезет. Да, кто-то и до 50 учится. Ну да. До 40-45 лет ты не женишься, живешь с родителями. Куда торопиться вообще? Как так? Италия, конечно, это страна. Люди живут очень долго. До 100 лет без проблем. Поэтому куда ты торопишься? В 45-е еще ты же ребенок, все нормально. Мы с тобой пришли на набережную. И здесь, конечно, особенно холодно из-за ветра. Расскажи, как ты вообще греешься здесь, когда ходишь по улицам? Ну, по улице мы обучили, конечно, руки. Так вот. Расположение черепахи. Вот так вот. Потом вот так вот. Давай, я предлагаю показать нашим зрителям, что нужно делать, если вы приехали на Урал в минус 30. Погнали. Давай. И надо материться, что. Качо, что это холодно. Мадонна, что это холодно. Могу не помню, что это холодно. Могу не помню. Могу не помню. Здравствуйте. А можно нам пельмени, пожалуйста? Да, конечно. Ждем традиционное уральское блюдо. А ты любишь вообще пельмени? Конечно, люблю. Какой-то для меня вариант, типа, знаете, эти... Равиоли? Да, равиоли китайские. Знаешь, у нас обычно пельмени готовит бабушка. Ты приезжаешь к ней в гости, она готовит пельмени. Поешь песни. И мне интересно, вот как живут вообще бабушки в Италии. Когда я приезжаю, я вижу этих реально классных, модных старушек, которые с макияжем, с прическами. Тут надо делать, конечно. Но подожди, подожди. Вот сама пенсия, насколько мне известно, она в Италии небольшая. Порядка, ну там, тысячи евро. При этом мы знаем, что 500-600 евро нужно потратить для того, чтобы заплатить за газ, свет и так далее. То есть остается не такая уж и большая сумма. То есть получается, для того, чтобы выглядеть так, дело не в деньгах, а вот в чем? Это в отношении к жизни? В душе. В душе, в стиле. Стиль – это душа. Это не просто идти в магазин и покупать на 60 тысяч. Это не стиль. Вот я бы сказал, что эти женщины нашли себя. И поэтому они могут устроить такой стиль. В Милане есть такие пенсионерки, которые мы зовем «шуры». По-милански «шура» значит «синьора». Поэтому, хотя они не работают, больше не работают, они должны быть полностью в порядке, просто, типа, и красивые. И поэтому сходят к паре в маркерскую часто, или они покупают себе платья хорошее. Потому что жизнь и закончится, когда ты закончишь работать. Жизнь закончится, когда сердце становится. Живи до последнего минуты. Ну, это хорошо вот так вот. За это предлагаю съесть по пельменю. Чи-чи. Кристиан, как мне кажется, если я не права, ты меня поправь. Семья – это самое важное для итальянцев. И, в принципе, итальянцам достаточно сложно пойти против воли семьи. То есть, если вот в семье сказали так, вот оно обязательно должно быть так. Это тоже в России. Ты заметил такое, правда? Психологически, да. Да, в Италии семейная концепция очень сильная. Знаешь что? Когда, прежде чем приехать сюда, конечно, я был чуть-чуть мунтарем. Поэтому, все, я уеду. А потом, когда мы стали родителями, я понял чуть-чуть по-другому. Не значит, что то, что я говорил, мои дети делают. Это совсем не так. Они очень независимы. Но я чувствую особенно энергию в семье. И я тут горжусь быть итальянцем. Потому что это самое важное в мире. Ну, я думаю, что еще много русских так думают, что семья – это все. Что ты вкладываешь в понятие «семья – это все»? Потому что семья будет с тобой всегда. Несмотря на то, что ты завершаешь ошибки, они будут с тобой всегда. Что для итальянца важнее – семья, которую он создал, или семья, в которой он родился? Это хороший вопрос. Я думаю, что оба. 50 на 50. Но, конечно, когда ты создал семью, то, что твои родители говорят, уже не приказ, а совет. Поэтому ты свободен, конечно, отказаться от этого. Но все равно связка с родителями и другими родственниками очень-очень сильная. Это да. Свадьба ваша была здесь, в России. А было что-то такое, что тебя очень удивило в наших свадебных традициях? Брак в ЗАГЗе достаточно быстрый, хороший, есть музыка. У нас в Италии в церкви целые полтора часа уходит. И обычно, конечно, когда ты будешь делать такой? В июле, понятно. Или в августе, когда плюс 40, а то как. Конечно, без страданий не может быть. У нас тамада. Я был такой опухлый. И поэтому я хотел есть, конечно. И каждый раз, что у меня было, типа, разбив. Кристина, иди сюда! На очередной конкурс. Господи, еще конкурс. Или дай мне есть хотя бы один кусок, и что? Я ничего не ел. Так что я был такой голодный, что когда мы ехали в гостиницу, я ел просто безе, вот так вот, потому что я вообще умер от голода. Виталий, что ты делаешь? Конечно, полтора часа будешь сидеть в церкви. В церкви на церемонии. Затем ты идешь в ресторан, ешь, 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 пьешь, пьешь, пьешь. Когда ты достаточно пьяный, наверное, будешь танцевать, и все закончится. А тут были, конечно, конкурсы. Мне понравилось, когда хлеб там... Каравай? Хлеб с солью. Хлеб с солью, это мне очень понравилось. И еще свеча. Свеча для меня особенный момент. Сейчас у вас двое детей, мальчик и девочка. Да. Расскажите, отличаются ли подходы в воспитании в России и в Италии? И как вы воспитываете своих детей? Например, по поводу занятий экстра в школе. Не в школе. Тут в России, конечно, ребенок каждый день занимается чем-то. А в Италии не бывает так, потому что, конечно, такие активности очень дорогие. Еще что, в ресторанах редко бывает, типа, детская комната. Поэтому дети просто играют в прятки в зале. И когда ты официант, я работал официантом, как ужасно было, когда дети вокруг тебя, у тебя есть все тарелки, и они просто бегают. Это в Италии имеется в виду? Да. Тут гораздо спокойнее на самом деле. Даже в ресторанах, где невысокие уровни, все нормально. Есть всегда место, где дети могут играть в безопасности. Ну и вообще, мне кажется, в Италии, ты говорил, что там мало у вас площадок детских. То есть их практически нет. Практически нет. Каких-то стадионов, куда можно свободно зайти поиграть в мяч. Когда я приехал сюда, и был целый стадион, она сказала, когда ты хочешь, можешь туда идти. В смысле, бесплатно? Бесплатно. Как это возможно? Да. Я каждый день ходил, вообще сбросал, типа, 11 килограмм, так, потому что, вообще, каждый день хотел играть. Потому что было все бесплатно, и в Италии не бывает почти ничего бесплатного. А есть какие-то домашние традиции, которые отличаются у нас с итальянцами? Или, наоборот, может быть, похожи? Например, у меня было интервью с итальянцем во Владивостоке. И он сказал, что как только ребеноку исполнилось буквально 3 или 4 месяца, они с женой стали давать ему сыр. Потому что, вот, якобы, врачи в Италии говорят, что можно вот с этого возраста уже приучать потихонечку к сыру. У нас, как бы, это где-то за гранью. Какой сыр в 3-4 месяца? Но там еще и мама вынуждена выходить на работу уже в 3-4 месяца своего ребенка из декрета. Поэтому, наверное, как только нам заменяют грудь, как только, говорит, появились первые зубы, он сразу же сыну отварил пасту. Конечно. Пасту. Как иначе. Бон аппетит. Бон аппетит. Бон аппетит. Когда он был у дедушки и бабушки, он ел вообще, он ел как взрослый, вообще взрослую порцию, итальянскую взрослую порцию с горой. Ему было 3 с половиной. Итальянцы любят делать запасы, особенно пасты. То есть у нас много шкафов в доме, на кухне забиты. Спагетти, фарфали. Я живу в страхе быть без пасты, да, да. И я куплю каждый раз. Ты что купил? Опять вообще не знаем, куда засунуть. Давай на балконе хотя бы. Я хочу, должен, я должен быть в безопасности там, да. Это точно. Кристиан, а у тебя было что-то такое, что вот тебе не совсем понятно в нашем менталитете, вот именно на бытовом уровне? Сейчас давайте играю против итальянцев. Автогол. Мэйни очень часто помоем руки в Италии. И поэтому она сначала... Руки мой, руки мой, руки мой. У меня уже упадут руки, ну что делать? Кристиан, ты что, ты трогал мясо? Давай руки мой, ты пришел из улицы, руки мой. Кристиан, у меня осталось три вопроса, которые я задаю всем своим гостям. Ты готов? Готов. Три главных качества русской души. Так, щитрость. Ду... Сейчас. Это вот как сказать такое слово. Дружба... Дружелюбность. Дружелюбность. Я всегда говорю только дружба. Быстрее. Нет, нет, дружба нельзя. Дружболюбность. И... Откровенность. Поэтому если что-то не то, они могут сказать тебе, это хорошо так, мне нравится. И еще, давай, еще один добавлю, поддержка. Три вещи в России, к которым ты никак не можешь привыкнуть. Холод собачий, конечно, бывает. Грязь в марте или октябре, это сложно. И, может быть, если по укропу, еще не сильно, ну понятно. Есть еще одна вещь, к которой я не могу привыкнуть, но, слава богу, в Екатеринбурге больше нет. Это опрессовки. Когда я приехал сюда, опрессовки, когда они останавливают горячую воду три раза летом. Потому что они, конечно, проверяют трубы. Первый раз я открыл кран, и больше нет горячей воды. А море... Это как я говорю, что моя любовь, а море нет горячей воды. Я знаю, есть опрессовки. Это что такое? Типа на пять дней не будет воды. Что? А как мы будем мыться просто? Да сейчас мы скипятим воду, не переживай. Поэтому кипяток, кипяток. И ты ходишь по коридору с этой большой кастрюлей. И я думаю, господи, это уже... Где мы находимся? Что русскому нужно для счастья? Мне кажется, что... Ну, после девяностых, конечно. Чтобы тарелка была всегда полная. Это важно. Еще, конечно, надо... Чтобы жизнь была полная. Поэтому вот мои студенты идут в караоке, играть Алиэс. Есть разговорный клуб и уроки, например. Они хотят всегда, чтобы было что-то. Русские люди, которые я знаю, они хотят всегда развиваться. И это делает их счастливыми. Кристиан, спасибо тебе большое за это интервью. Спасибо за то, что провел эти несколько дней с нами. На холоде гулял с нами. Ничего страшного. Я уже почти привык. Ты уже практически русский. Почти. Это проект «Мы и они на выезде». И я его автор Мария Шахова. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. И обязательно пишите комментарии. Мы все читаем. Ну и, конечно, не забывайте про нашу группу ВК и Телеграм-канал. Ведь все, что не вошло в основной выпуск, теперь там.